МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чуваши продолжает информационный выпуск программы Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Инновационное образование глава региона встретился с заместителем руководителя фонда новых форм развития образования. По ровненькой дорожке в столице Чуваши продолжается ремонт дорог. Звонкие голоса на участнике сводного детского хора готовятся ко дню республики. Какие перспективы у детских технопарков? Чему еще планируют обучать школьников в кванториумах? Эти и другие вопросы глава региона обсудил с заместителем руководителя фонда новых форм развития образования. Образовательная сфера должна развиваться более быстрыми темпами. В федеральном фонде на эти запросы отвечают. До конца этого года в стране планируют открыть еще 30 технопарков. А в перспективе инновационные площадки появятся и в каждом субъекте. Мы фактически сегодня на постоянном обучении в своем ареале имеем 75 тысяч детей и порядка полумиллиона вовлеченных в нашу сеть. Детские технопарки – часть программы профориентации школьников. Представители фонда намерены развивать цифровые компетенции, кибернетику и даже фотонные технологии. Новые кванты могут опробировать и в Чебоксарах. Республиканский кванториум специалисты называют передовым. В части направления по биологии войны не из самых сильных. Более того, Мария Николаевна уже в прошлом году в администрации президента докладывала лучших практик запуска кванториума, презентовала вашу межрегиональную историю, когда Чебоксарский кванториум вместе с Саранским кванториумом создали межрегиональную программу по биоорганизму. Кванториумы намерены тиражировать и за рубежом. Возможности технопарка Чебоксар поразили даже гостей из страны восходящего солнца. В составе делегаций были предприниматели и сам посол. У них, оказывается, нет этой программы вообще. Они сами публично об этом сказали. У нас нет, впервые видим вообще, что такие базы создаются, центры создаются для детей. Это российское образовательное чудо. Качество предоставляемых услуг кванториумам предстоит подтвердить. В ближайшее время региональные технопарки пройдут процедуру сертификации. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Безопасных и качественных дорог в Чебоксарах становится все больше. В этом году по федеральной программе ремонтируют 36 объектов. Какие идут работы на участках, выясняла Татьяна Леонтьева. Незначительные проколы встречались, ямы ловили. То есть, как-то все это не напрягало меня как водителя. То есть, маленько отремонтировали и поехали дальше. Игорь счетчиков за рулем автомобиля 20 лет. Рассказывает, в последние годы ездить по чебоксарским дорогам стало комфортнее. Большие улучшения в движении, полотно очень стало ровное, как бы асфальт в целом замечательно. Я как автолюбитель очень радуюсь, что наш город и дороги в нашем городе становятся лучше и лучше. Лучше станет дорога и по проспекту трактора строителей. Ремонт здесь не делали ни разу, а нагрузка на магистраль колоссальная. Вместе с троллейбусами, маршрутками, легковыми автомобилями по проспекту колесят самосвалы и катки. К работам приступили в начале мая. Дорожники заменят почти 4 километра дорожного полотна. Применяется холодное ресаклирование асфальта бетона. Затем укладка асфальта нижнего и верхнего слоя. Укладка щема. Укладка верхнего слоя, где-то 50% уже выполнена. В данный момент выполняется укладка нижнего слоя покрытия. Температура при укладке асфальта бетона смеси должна быть не менее 140 градусов. Давайте проверим, сколько она на этом участке. Для этого мне понадобится вот такой вот специальный термометр. Здесь температура даже больше 140 градусов, что соответствует нормам. Закончить ремонт планируют в 25 июля. Подрядчик обещает, сроки уложатся. А это улица Хивешская. Здесь к работам приступили недавно. Длина участка чуть больше километра. Полотно ремонтируют так называемым традиционным методом. Такой способ применяют на участках дороги, где движение не очень интенсивное. Если выполняется при определенных температурах, плюсовой температуре именно, то качество, можем гарантировать, оно будет выше. Естественно, если нам не будут мешать тоже автолюбители, не заезжать с пониманием относиться к работам нашим, нашему труду, то есть не заезжать на горячее асфальтовое покрытие, когда мы укладываем. За качество чебоксарских дорог в этом году отвечают 4 подрядные организации. Дорис, Воддорстрой, Автодор и Магистраль. Асфальт-укладчики, катки и самосвалы уйдут со столичных улиц еще не скоро. Ремонт продлится до осени. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Подробнее о реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги в Чебоксарах» смотрите в этот четверг в программе «Комфортный город» сразу после нашего выпуска. Жуткое ДТП в Садовом. Ребенок на велосипеде попал под колеса легковушки. Авария произошла сегодня, 19 июня, в 16.10 во дворе дома номер 1 по улице Дементьева. Ребенок на велосипеде вырулил из-за поворота прямо под колеса 14-й. Как сообщили в ГИБДД, сейчас мальчик без сознания доставлен в лечебное учреждение. Травмы серьезные. За рулем легковушки был 19-летний молодой человек. По предварительным данным, водитель был трезв. ГИБДД напоминает в летнее время, когда во дворах много детей, быть предельно осторожными и внимательными. В Батаревском районе прошли республиканские конкурсы осеминаторов и зоотехников. Подробнее в нашем сюжете. Ученый, лаборант, психолог – все эти профессии сочетаются в одной – оператор искусственного осеминения. Специалисту нужно не только проверить биоматериал, но и найти подход к каждой буренке. От мастерства этих людей зависит, сколько молока и мяса получит хозяйство в будущем. Я в этом конкурсе первый раз участвую, потому что и волнуюсь очень. 18 техников и 21 осеминатор за звание лучших. Из лучших боролись специалисты из разных районов Чувашии. Например, Владимир Ефимов третий год подряд участвует в конкурсе. Столько же работает на хозяйстве. Два года подряд занимал призовые места. Первое место среди молодых осеминаторов. Работа осеминатором нелегкая, но требует хлопот с утра до вечера. В этом году специалист тоже рассчитывает на призовое место, но это не так просто. В конкурсной программе четыре практических испытания и теория. При какой температуре размораживается биоматериал, сколько для этого требуется времени. Об этом специалисты подробно рассказывают на экзамене. Каждому участнику был раздан тестовый лист. И на каждом листе, в общем, каждому участнику был задан 10 вопросов. И участники должны были правильно ответить на все эти 10 вопросов. За каждый правильно ответственный вопрос участник получает 1 балл. На этот этап был выделен полчаса времени, 30 минут. Участники справились со своей работой в течение 15 минут. Они ответили на все 10 поставленных вопросов. У зоотехников-селекционеров своя программа конкурса. В теории и практике у них сплошные расчеты. Своевременное мечение, контроль за содержанием коров, сотрудничество с ветеринарной службой. Каждое передвижение животных должно быть отражено в документах. Вообще в республике особое внимание уделяется развитию селекционно-племенной работы в животноводстве. Сельхоз товаропроизводителям предоставляются субсидии по разным направлениям. И племенное дело одно из них. Искусственным осеменением охвачено 100% поголовье коров. Это позволяет не только избавиться от многих болезней, но и значительно повысить продуктивность в частных подворьях. В итоге никто не остался без награды. Каждому участнику вручили ценные призы и благодарственные письма. А лучший ассиминатор представит нашу республику на всероссийском конкурсе. Он пройдет 29 августа в Кировской области. Юлия Важенина, Алина Сусметова и Верзверев, Республика. На час раньше, 23 и 24 июня, в Чебоксарах по традиции пройдет международный фестиваль фейерверков. В этом году команды начнут выступать на час раньше, в 22.00. Троллейбусы от Красной площади будут ходить до 23.30. В 11 международном фестивале примут участие 5 команд. Жюри будет оценивать выступления по 4 номинациям. За лучшее музыкально-художественное воплощение, за создание яркого образа, за лучшее воплощение фантазии огня и за лучшую постановку фейерверочного шоу. До дня республики 4 дня к этому празднику готовятся все ведомства и предприятия Чувашии. Его изюминкой станет выступление Тысячного детского сводного хора Республики 24 июня. Специально к этому празднику воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств разучивали песни в течение всего года. А сейчас артисты репетируют. В лагере «Солнышко» открылась специализированная хоровая смена с юными вокалистами. Пообщалась моя коллега Галина Титарчук. Вот здесь я отдыхаю. Здесь у нас проходят линейки дня. Там находится клуб, где у нас проходят творческие мероприятия. А это мой корпус. А это папка с моим нотным репертуаром, который я всегда ношу с собой. Мария Стефинова, как и многие ребята, которые в первую смену приехали отдыхать в лагерь «Солнышко», не расстается с нотной тетрадью. Каждый ее день в лагере начинается как и положено. С зарядки, линейки и завтрака. А дальше репетиция. Специальная хоровая смена проводится в лагере впервые. Изначально мы делали эту смену под профиль сводный хор Чуваши. Поэтому, кроме профильных занятий, которые у них проходят ежедневно, и с ними занимаются лучшие корцетмейстеры, музыкальные руководители республики, приезжая из разных районов, у них проходит еще очень много творческих конкурсов и творческих мероприятий, которые были запланированы. Поэтому смена идет очень интересно. Детям нравится. С ребятами занимаются лучшие педагоги республики. Детскому сводному хору предстоит исполнить девять песен и три гимна на русском и чувашском языках. Чтобы исполнить гимн Российской Федерации, мы с вами сейчас встанем. Россия священная наша держава. В прошлом году детский сводный хор исполнял более взрослый репертуар. В этом много детских песен. Больше всего мне нравится песня «Какой идти дорогой». Эта песня говорится о жизни. Она спрашивает, что делать дальше, как идти, как быть. Каждую песню ребятам приходится буквально проживать. Педагоги помогают не только выбрать правильную ноту, но и осмыслить непростые тексты. Учат слушать и слышать друг друга. Я, конечно, почувствовала большую ответственность, потому что дети знают репертуар хорошо. И даже, может быть, где-то лучше меня знают, где что начать и где солист, начинают где хор. Поэтому работать с ними одно удовольствие, потому что они уже отработали репертуар. 22 июня у этих ребят первая генеральная репетиция, которую проведет главный дирижер детского сводного хора Марис Еклашкин. А 24 июня вы сможете и увидеть, и услышать этих ребят в составе тысячного детского хора Чувашской республики на Красной площади. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет небо. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Скачки, морковные бои, рыбалка в детском парке. Во время живых уроков школьники проходят задания квестов и просто развлекаются на свежем воздухе. Федеральная программа по экскурсионно-образовательному туризму реализуется в нескольких регионах России, в их числе и Чувашен. На старт! Внимание! Марш! Морковные бои в три раунда. Команды разновозрастные собраны из ребят, которые пришли сегодня в Лакреевский лес. Лапсарские ребята здесь всем пришкольным лагерем. Вместе с ними ученики 56-й столичной школы. Два отряда проходят испытания от Алешки. Задание двум другим дает червонная королева. Команда моя просто шикарная, обалденная. Все быстрые, молодцы. Вроде бы маленькие, но шустрые. Бегать было довольно весело. И мы выиграли. Получили первую детальку. Пазлы сложатся в карту сокровищ. Найти их – конечное задание для команд. Программу «Лето в парке» организуют третий год подряд. Квесты и развлечения приготовили для детей в Лакреевском лесу и парке Николаева. На сегодняшний день у нас в проекте «Лето в парке» участвовало уже более 7 тысяч обучающихся. Этим летом мы хотим охватить более 10 тысяч детей. И уже с начала лета у нас более 5 тысяч детей заняты полезным отдыхом. Для школьников есть еще пешие маршруты и промышленный туризм. Дети посещают предприятия города. Живые уроки реализуют в нескольких регионах России. Это федеральный проект по организации летнего отдыха детей. Ирина Волк, Валена Сусметова, Валерий Рюзюков, Республика. Купцы и предприниматели Чувашского и Марийского краев начала 20 века в Лицах. Под таким названием открылась выставка в Национальном музее Республики. На выставке можно увидеть, чем торговали в купеческих лавках и на ярмарках 100 лет назад. Чугунные утюги, деревянные ларцы, настольные лампы. В зале представлены книги из личной библиотеки братьев Таланцевых. Обычно они хранятся в центре редких изданий и консервации документов Национальной библиотеки Чуваши. Но для этой экспозиции их перевезли в нацмузей. Это три брата Михаила, Зиновий, Николая Таланцева, которые внесли очень большой вклад в развитие не только нашего города, но, наверное, и всей Чувашской республики. Они открывали школы, открывали больницы, также промышленные предприятия. Заложили, наверное, тот фундамент, на основе которого и пошло дальнейшее развитие нашего города. На выставке представлены ценные экспонаты из разных районов нашей республики и от ближайших соседей, из Мариинского, Космодемьянска. Все реликвии рассказывают о торгово-промышленной, общественной и благотворительной деятельности купцов, мещан и крестьян-предпринимателей. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В парке у детского медицинского центра в Чебоксарах расцвело необычное дерево, которое раньше не видели в городе. Такой звонок поступил к нам в редакцию от телезрителей. Что это за дерево, отправилась узнавать наша съемочная группа. Как жаль, что телевидение не может передавать запахов, подумали мы, когда приехали на место. Дерево, о котором говорили жители, удалось обнаружить без труда. Я не видела такое дерево. Проходила мимо и очень заманила запах и как он выглядит красиво. Веточки какую-то, красная рябина, листочки. А цвет совсем другой. Я тоже приглядываюсь, приглядываюсь, думаю, что за дерево. На самом деле это рабиния ложно-акацевая. Или в народе просто белая акация, рассказал нам директор ботанического сада. Дерево засухоустойчивое и для наших широт достаточно редкое. Естественно, ареал этого растения Северная Америка. У нас сейчас вот интродуцированный вид. В России растет в южных регионах достаточно в большом количестве. И очень его любят пчеловоды, потому что дает хороший нектар и в большом количестве. В Чебоксарах на цветах этого дерева специалисты заметили даже вид пчел, пчелоплотник, который занесен в Красную книгу. Ольга Пырычкина, Юрий Марков, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин